Закончим, да, отправим солдатикам, нашим воинам, поздравления с Новым годом. Таким составом в Добром сердце собираются каждый год. Правда, в этом году адресаты новогодних открыток поменялись. Это уже не мамы и бабушки, а бойцы, участвующие в спецоперации. Аппликация из елочек, мишуры, пайеток, вырезок из газеты журналов, несколько минут и новогодняя открытка с пожеланиями готова. Сложный вообще процесс? Ну, процесс не очень сложный. Главное написать без ошибок. Что ты там хотела бы написать, Алиса? Ну, я бы написала, дорогой солдат, поздравляю тебя с Новым годом. Желаю, чтобы ты бы скорее вернулся с победой, целым и невредимым. Бойцы получат от Добрых Сердец Барнаула более 30 открыток, самых разных. Но все они исключительно с добрыми и искренними пожеланиями. Я, конечно же, наверное, как мама, как бабушка. Желаю здоровья, желаю бодрости духа, чтобы они знали, что мы их любим, что мы их ждем, мы гордимся ими. Посылка в зону СВО будет состоять не только из открыток. В Добром Сердце для бойцов собрали необходимые медикаменты, вещи, которые обязательно пригодятся. А еще здесь сами изготовили куклы-обереги. Эта обережная кукла, она вот у нее вот здесь в узелочке наша алтайская земля, русская земля. И у нее здесь еще в кулечке есть молитва, живые помощи. То есть мы эту куколку делали с молитвой, пели специально молитвы, чтобы эта куколка оберегала наших бойцов. Уже сегодня посылка с самолетом отправится в зону спецоперации. Общественные организации надеются, что открытки и обереги обязательно дойдут до бойцов накануне Нового года. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.